Добрый день! Сегодня я вам покажу, как перевести Photoshop на английский язык или сделать его мультиязычным. Дело в том, что программа у меня официальная и я работал в двух версиях, и в английской, и в русской. Переключение происходит очень просто. Мы заходим в редактирование, вернее, происходило очень просто. Редактирование, настройки, основные. И вот здесь вот есть такая команда интерфейс. И я выбирал между русским и английским языком. Так, ну поскольку у меня программа официальная стоит, значит она у меня автоматически обновлялась, обновлялась, обновлялась. И потом в один прекрасный момент я замечаю, что у меня английского языка нет. То есть он у меня, в принципе, пропал. Дело в том, что в прежних версиях Photoshop и, значит, в программе оболочки Creative Cloud там на английский язык можно было перейти довольно-таки просто. То есть если я включал, значит, Creative Cloud, вот, там был немножко старый интерфейс. Я заходил непосредственно в настройки, значит, программы, вот, другие версии, например, да, заходил в языки, ну там немножко по-другому было, и выбирал, допустим, еще какой-то другой язык. Значит, у меня происходило обновление, и становилось два языка, английский и русский, или бы еще какой-то другой. Но сейчас в этой версии, я вот здесь вот пока все перекопал, я не могу найти переход на английский язык, да, то есть русский у меня есть, английского нету. И вот эти вот у меня ссылки на языке, они просто, ну, как бы неактивны. Да, у меня версия работает на русском языке, но ничего вот здесь вот я изменить не могу, да. Я, значит, перекопал все вот эти пункты меню, посмотрел, где это можно сделать, и нигде этого не нашел. И решил воспользоваться старым, ну, можно сказать, дедовским способом, да, вот, когда мы просто заменяем файлы локализации, да, непосредственно в установленной программе, в папке установленной программы Photoshop, да. Значит, к данному видео внизу у вас будет ссылка на скачивание этих языковых пакетов, да, вот. Значит, по этой ссылке вы скачаете архив под названием Locals. Вот он у вас, да, на рабочем столе, вот он у меня обозначается. Вы его распакуете, там никаких паролей нет, да, и в папке Locals будет еще папка Locals, и там будет два языковых пакета, русский и английский. Что вам нужно сделать? Ну, во-первых, вы лучше всего программу закройте Photoshop, да, вот. Затем пойдите в мой компьютер, мой компьютер, значит, диск C, там, где у вас все программы установлены, пойдите в папку Program Files, где у вас установлены все программные обеспечения. Заходите в папку Adobe, и находите здесь папочку Adobe Photoshop SS 2019, вот. Заходите в нее. Кстати, данный пакет, я, в принципе, его проверял, он действует и для Photoshop 2017, и 2018, и вы сейчас увидите, что 2019 тоже, ну, работает в нем все, да. Так, и здесь находите папочку Locals, вот она. Открываете ее, и вы увидите, что у вас здесь стоит только один русский язык. Вы просто копируете в эту папку, вот. Я просто нажимаю Ctrl-C, и сюда вот перехожу к Ctrl-V, да. Продолжить от имени администратора. Так, у меня здесь появилась папка с английским языком. Все, теперь мы с вами вновь запускаем нашу программу Photoshop. Вот, она потребует какого-то времени для загрузки, но тут буквально несколько секунд. И давайте посмотрим. После того, как я эту папку установил, значит, в Photoshop, да, в Locals, я иду снова в редактирование, в настройки, и здесь иду в основные, и, пожалуйста, в, так, в интерфейсе, в подальшем списке у меня появился английский язык. Пожалуйста, нажимаем, выбираем его, нажимаем ОК, но, значит, изменения уступят силу после перезагрузки программы. Значит, я снова ее закрываю и снова открываю. Вот. И сейчас мы увидим, что у нас произойдет. Вот. Ну, собственно говоря, вы, наверное, уже догадываетесь, то, что программа у нас будет на английском языке. Пожалуйста. Все, я проверял. В принципе, весь перевод корректный. Все у нас здесь элементы на английском языке. Вот. И окна, и фильтры, и все-все-все. Это вот самый простой способ, как можно перейти на английскую версию языка, то есть сделать ее мультиязычным. Да. Для чего нам нужна мультиязычная версия? Ну, наверное, многим известно. Многие экшены работают корректно только в английской версии языка. Вот. Многие уроки у нас на английском языке. Ну, то есть они ссылаются на английское название, значит, в интерфейсе и так далее. Ну, у каждого могут быть различные причины для того, чтобы переходить на русский или на английский язык. Но, тем не менее, я вам показал. Итак, ну, желаю вам удачи в вашей творческой работе. Теперь вы можете пользоваться как русской, так и английской версией Photoshop. Всего вам доброго. До скорых встреч. С вами был Александр Семенов. Субтитры создавал DimaTorzok